Я немножечко модифицировал ответ и решил сделать это на примере немелкоклеточного рака легкого, чтобы на что-то опереться. И вначале немножечко о несвойственных вещах для себя поговорю. Это о тарифах в плане, если мы уж собираемся разбирать клинику, экономические аспекты, дальше из чего складывается экономическая эффективность тестов. Ну и потом, каким образом все-таки сделать умную и экономически эффективную патонотомию. Тарифы. В целом, если мы будем говорить о том, как финансируются патологоанатомические и молекулярно-генетические исследования в Москве, то могу сказать, что с 2019 года они финансируются хорошо. Во многих местах, в некоторых удовлетворительно. И дефициты финансирования в настоящее время опорные онкологические стационары, куда относятся 6 московских клиник, не испытывают. Если мы будем говорить именно о тех исследованиях, которые наиболее часто производятся в патологоанатомических отделениях, сейчас я такую тонкую зону, метод флюоресцентной гибридизации инситу не буду затрагивать, то для онкологических больных, да, больных с кодом С, это гистологические исследования 4-5 категории сложности, да, кода 2904-2905. И вы можете увидеть тариф в рублях за одну единицу учетную, то есть это блок и стекло, окрашенное гемоксилиноазином, с него полученное. В общем, это достаточно приличные средства, которые позволяют быть патологоанатомическим отделением рентабельным. И некоторая революция произошла в этой области в конце 2018 года, когда было принято решение с 2019-го практически все патологоанатомические исследования оплачивать, потому что раньше те, кто знаком с ситуацией, знают, что по этим тарифам оплачивались только амбулаторные биопсии. Операционный материал, полученный при операции в стационарных условиях, входил в состав законченного случая и не финансировался. Но это была огромная такая дыра, так сказать, и абсолютно все патологоанатомические отделения, где работали с операционным материалом, ну хоть с каким-то количеством, а не только вскрывали умерших пациентов, это, так сказать, были абсолютно черные дыры такие в бюджете больниц, они были абсолютно все убыточные, потому что, ну, вы должны понимать, да, что рак молочной железы, ну, где-то 27-25 в среднем стекол и блоков получено. Из них в составе законченного случая расчет велся, учитывался только один. Вот 24 за счет клиники. Простата, там и 80, может быть, фрагментов тканевых, и 90, соответственно, 79 за счет клиники. Да, то есть вот масштаб потерь. Но с 2019 года эта ситуация была отрегулирована, и мы начали пользоваться этими кодами, и, наконец, так сказать, репутация патологоантомических отделений перед главным врачом была несколько реабилитирована, потому что они тоже перестали, так сказать, исключительно деньги тратить, а хотя бы там где-то нулевой баланс начал получаться, и это очень хорошо. Иммуногистохимическое исследование, оно, в отличие от регуляторных всяких документов, это единый тариф 29,007, в принципе, он тоже пока еще рентабелен, еще не настолько цены выросли, и себестоимость вполне в него помещается, и себестоимость реагентов составляет в Москве чуть меньше половины стоимости этого тарифа, то есть это рентабельный тариф, но здесь, так сказать, любая обычная стандартная иммуногистохимическая окраска, одна под него подходит, но мы должны понимать, что проблема подкралась совершенно с другой стороны, о которой говорит Евгений Наумович, к сожалению, сейчас каждое антитело в каждой форме фасовки должно регистрироваться отдельно, получать отдельное регистрационное удостоверение, все это приводит к тому, что низкомаржинальные иммуногистохимические тесты просто не подаются на государственную регистрацию, и фактически отечественные патанатомы лишены всего того нового, что в последние пять лет появлялось за рубежом, либо они на свой страх и риск вынуждены пользоваться незарегистрированными реагентами, ну хотя бы частично, потому что понятно, что система детекции и иммуностейнеры все равно имеют регистрационное удостоверение, только первое антитела нет, поэтому это так, ну не совсем нарушение закона, а такая какая-то половинчатая ситуация, либо, соответственно, они рискуют, да, либо они просто отсекают себя от достижений мировой патанатомии. Ну и отдельные иммуногистохимические тесты, на основании которых принимается решение о назначении лекарственных препаратов, такие как PD-L1, ALK и HER2, конечно же, добавляются новые тесты, сейчас и для микрослитной стабильности проходят они регистрацию для РОС, для НТРК, но их пока еще нет, поэтому их нет и в московском тарифе, они, конечно, значительно дороже, и поэтому для них были сделаны отдельные тарифы, да, это 29-20 PD-L1, 29-21 ALK и 29-22 HER2 методом иммуногистохимии. Вот теперь возникает вопрос, вы смотрите, казалось бы, на эти колоссальные цифры, насколько можно вообще с ними работать, потому что когда мы стали проводить анализ, кто что делает в своей рутинной повседневной практике, какие учреждения, выяснилось, что в 2019 году, да и в 2020, 90% тестов на ALK выполнено наше учреждение. Почему? Раньше тарифа не было, и за цену 29 700 рублей, конечно, ALK нельзя красить, потому что она, ну, в меньшей себестоимости реагентов. Я не говорю о зарплате врача, амортизации и так далее, и так далее. Но 7200-то, вот это как, это хорошо или плохо? Почему все не выбирают и не жиреют патанатомии на этом тарифе? Вот у меня есть следующий слайд на эту тему. Прежде чем разобрать историю с PD-L1 выделенным красным цветом, я бы хотел обратить внимание, да, хер два фиши. Себестоимость теста по реагентам, ну, условно говоря, 12 тысяч рублей, тариф ОМС 14. Абсолютно нерентабельный тест, потому что для того, чтобы тест был рентабельный для медицинской организации, себестоимость реагентики не должна превышать 50-55%. Да, ALK. Фактически 4 700, а там 7 200. Дельты в 50% тоже нет, поэтому мало кто его делает, и это довольно сложная история. Конечно, из-за того, что мы самый крупный тестер по ALK, я получаю существенные скидки, так сказать, и для меня себестоимость этого теста ниже, чем 4 700, поэтому мы себе можем это позволить, но, в общем, на уровне города это пока сложная история, и в этом году, вероятно, тариф будет пересмотрен в сторону увеличения, для того, чтобы другие больницы, так сказать, получили возможность по прайсам участвовать в этих торгах и приобретать эти реагенты. HER2 иммуногистохимическим методом, вот это, пожалуй, единственный по-настоящему рентабельный тест, и вы здесь видите, что значительно ниже, так сказать, себестоимости реагентики, чем половина стоимости тарифа, но проблема в том, что HER2 для рака молочной железы, а в основном он используется здесь, да, рак желудка – это все-таки редкость в России, он не делается сам по себе, одиночным тестом. Он входит в состав панели из 4 маркеров, эстроген, прогестеронки, КИ-67 и HER2, и если вы посмотрите на себестоимость других компонентов, то эстроген, прогестерон выгодно делать по ОМС, где в Москве 2,700 тариф, да, а КИ-67 нет. И фактически вот в стоимость HER2 в какой-то мере заложена, так сказать, гиперстоимость КИ-67, чтобы в Москве можно было всю эту четверку, эту панель для рака молочной железы выполнять пациентам без ограничений и не говорить, ага, вот у вас тут КИ-67 не помещается, мы будем избегать его всеми силами, потому что, я не знаю, хорошо это или плохо, но клиницисты у нас активно пользуются КИ-67, и многие без него существенно испытывают затруднения в принятии решения о терапии рака молочной железы местно распространенного или метастатического. Да, честно говоря, и в неодевантных режимах тоже сейчас это играет значение. С PD-L1 история особая. Она, так сказать, страшная, на мой взгляд, и, так сказать, как здесь найти баланс, непонятно, потому что один и тот же код, просто экспрессия PD-L1, при этом у нас есть три зарегистрированных набора фирменных, и вы видите их себестоимости. Они колеблются, различаются в два раза. И тот тест, который нужен для назначения КИ-труды, 22C3, который выполняется на машинах DACA, его себестоимость при агентике выше, чем тариф ОМС. Фактически, это существенно ограничивает использование лекарственного препарата, потому что тестирование крайне ограничено, и оно почти невозможно с экономической точки зрения, или должно нести колоссальные убытки для клиники. Конечно, есть клиники, в которых компании как-то помогают с реагентами или благотворительные фонды, но это же не имеет отношение к государственному регулированию. По идее, так сказать, этого ничего не должно быть в идеальной системе, да? К чему приводит вот этот дисбаланс себестоимости тестов и к тому, что тариф единый для всех? К тому, что народ постепенно скатывается к самому выгодному, к тестированию всех нозологий, всех локализаций, используя антитела СП-263, что делать категорически нельзя. Это абсолютно запрещенный прием, потому что тесты имеют разные аналитические характеристики, разные критерии позитивности, разные методики подсчета позитивного результата, и они не очень хорошо коррелируют между собой. То есть опухоль PDL-позитивная при использовании антител СП-263 может быть негативная при использовании антител СП-263, и наоборот. И это огромная проблема, потому что экономически, так сказать, все начинают пользоваться, понятно чем, да, и больные, так сказать, испытывают проблемы с назначением адекватного лекарственного лечения, если мы говорим об иммунотерапии. На самом деле, конечно, я думаю, что за лето совместно с МГФОМС и, так сказать, Департамент здравоохранения эти дисбалансы в Москве мы сможем устранить, но это, так сказать, очень сложная работа, каким образом привязать тариф к набору, да, к конкретному диагностическому тесту, к конкретному лекарственному препарату, потому что, конечно же, значительно проще с точки зрения юридической сделать универсальный тариф, но нет универсального теста, если мы говорим о PDL-1. Поэтому вроде как, так сказать, тарифы есть, но есть и масса проблем. Из чего складывается экономическая эффективность тестов? Это очень важный, с моей точки зрения, вопрос. Она складывается не только из соотношения тарифа и себестоимости реагентики. Вот здесь, конечно, в этой диаграмме есть цена, несомненно, цена и самого тестирования, так сказать, и цена вообще медицины, да, эффективности, так сказать, его с точки зрения лечения больных. Но коммерческая эффективность, экономическая эффективность теста складывается и из других параметров. Ну, всем понятно, что чувствительность – специфичность, да. Это непрямое воздействие, но если ты пользуешься тестами с низкой чувствительностью, специфичностью, диагностической значимости, их очень мало для постановки диагноза. Фактически ты выливаешь деньги в помойку, да, выбрасываешь, так сказать, ресурсы в урну. И, так сказать, но с другой стороны, тесты с хорошей чувствительностью, специфичностью, особенно фарм-дэкс-тесты, они требуют огромных затрат на контроль качества. И это влияет на суммарную экономическую эффективность, потому что, с одной стороны, оно повышает затраты, а с другой стороны, если у тебя развитый контроль качества, ты понимаешь, что у тебя, так сказать, тесты дают, ну, максимально близко соответствуют золотому стандарту, то есть обладают максимально близкой к 100% чувствительностью и специфичностью, ну, то есть максимально достижимой, да, и они видят наиболее хорошо больных как больных, а здоровых как здоровых. И поэтому, так сказать, если мы будем проводить экономическую эффективность, оценивать для всего этой области, да, для здравоохранения, учитывая эффективность терапии, так сказать, общую выживаемость, безрецидивную, то если у тебя есть программа контроля качества, на которой ты несешь затраты, соответственно, так сказать, коммерческая эффективность тестов возрастает. И в этом году мы в Москве проведем две такие для опорных онкологических стационаров, достаточно мощные программы контроля качества по раку молочной железы и раку легкому с обучением между ними, то есть город, в общем, тоже принял решение эти затраты нести, так сказать, да, денег мы будем тратить больше, но и экономический эффект будет значительно выше, потому что тесты будут назначаться правильным больным в правильных местах, в правильной ситуации. Ну и, конечно, очень важна эпидемиологическая история, то есть надо вообще понимать, а эти тесты, так сказать, да, они с точки зрения поведения, опхолеклинической ситуации, какое имеют значение. Их нужно применять в правильное, так сказать, место, в правильное время. И вот выбор правильного клона, правильного теста для PD-L1, это как раз вот это, это эпидемиология, круг эпидемиологии, где у тебя, так сказать, ты должен выбрать те антитела, которые, на основании которых клиницист на самом деле может принять обоснованные решения, а не те, которые у тебя есть в холодильнике или которые сделают дешевле всего для главврача больницы, условно говоря, да, ничего не имеют, никого не хочу обидеть. Поэтому экономическая эффективность теста – это очень сложная история, и нет настоящей такой хорошей методики ее расчета. Попытки делались, и по патанатомии, так сказать, есть ряд публикаций, я не буду их цитировать, они все не без изъяна, и тогда мне нужно было делать, как Николай, так сказать, да, Жуков лекцию о том, в общем, как плохо мы считаем экономическую эффективность. Я хотел бы поговорить совершенно о другом, я хотел бы, наоборот, поговорить о том, как мы можем ее повысить, учитывая вот эти вот все факторы, а не только себестоимость. Ну, один, так сказать, из вопросов касательно как раз эпидемиологической части, то есть выбор правильных тестов для правильного пациента касается вот этого случая. Это 2005 год, наша клиника, и, в общем, стесняться мне здесь нечего, тогда все так делали, да и сейчас, так сказать, подавляющее большинство. Бронхобиоптат, левая верхняя вкладка, в котором мы видим низкодифференцированный рак, да. Ну, совершенно очевидно, что это рак, и клиник, и клиника морфологически, так сказать, по КТ видно, что это рак. В С1 правого легкого определяется образование. Вот здесь указан, так сказать, его размер, лимфоузлы визуально не увеличены. И в дальнейшем, конечно же, патанатомы набросились на этого больного с иммуногистохимическими исследованиями. Здесь я провел, ну, наиболее значимые диффузные выраженные экспрессии П63 в 100% клеток. Понятно, что при этой клинико-морфологической картине это плоскоклеточный низкодифференцированный неоргивающий рак. Вот ТТФ1 опухоль негативная, но со стыдом признаюсь, что вот за то, что я до этого говорил, мне было не стыдно. Мне было стыдно за то, что мы сделали здесь куда больше тестов диагностических. Мы сделали здесь и цитокератин 5, и цитокератин 7, и еще ряд маркеров. Я даже уже их все не помню. При том, что достаточно быстро, да, уже по морфологическим исследованиям больной получил подтверждение, что это периферический рак верхней доли и правого легкого с централизацией Т2Б и 0М0, по ТНМ, который был на 2015 год, стадия 2А. И к тому моменту, когда мы закончили наше победоносное иммунно-бистохимическое исследование, пациент уже был соперирован, к нам пришел операционный материал, и, соответственно, мы поставили диагноз низкодифференцированного плоскоклеточного рака без всякой ГХ. И вот здесь, так сказать, это к вопросу экономической эффективности патанатомии. А нужен ли вообще был диагноз низкодифференцированного плоскоклеточного рака на предоперационном этапе? Ведь в 2015 году этого пациента, да на самом деле в 2020, если у него нормальный ЭКОК, у него все в порядке с дыхательной недостаточностью и так далее, и с сердцем, у него одна единственная судьба. Это операционное удаление, так сказать, лобэктомии фактически, да, с лимфодисекцией. Ничего другого этого пациента не ждет, а если ЭКОК у него плохой, то так как лимфоузлы не были обнаружены, так сказать, да, это какие-то методы локального лучевого воздействия, то есть радиохирургия. Фактически мы потеряли какое-то время, но, слава богу, хирурги не обратили внимания на то, что мы пытаемся установить гистогенез опухоли и быстренько его соперировали. Но мы потеряли огромное количество труда патологоанатомов, да, и мы, в общем-то, потеряли какое-то количество реагентов, приобретенных за государственный счет. Да, конечно, мы рассматривать привыкли изнутри индустрии, изнутри патанатомии, так сказать, такой кастовый взгляд, что эта специальность является золотым стандартом. Ну, кто же скажет из патанатомов, что мы не золотой стандарт? И я скажу, что патанатомия – золотой стандарт, чтобы об этом не думали генетики. Да, окей, это и вправду так, но, так сказать, что предполагает золотой стандарт? Максимальная шквитность, максимальная специфичность, да, и ни один диагноз не может быть не доведен до конца. Мы всегда должны довести все до точки, всегда, так сказать, поставить правильный диагноз, не имеем права на ошибку и так далее. Ну, честно говоря, вот оглядываясь сейчас на этот случай 2015 года и вообще, так сказать, на все суде действия патанатомии, более глубоких заблуждений я не могу и представить. Я считаю, что патанатом в современных условиях, да, умный патанатом, наоборот, должен вовремя останавливаться. Максимально быстро останавливать и прекращать патанатомические исследования и попытаться каким-то образом, наступив себе на горло, вычистить все ненужное. Ненужные исследования, ненужные тесты, все ненужное для того, чтобы, так сказать, в рамках мультитесуарного подхода максимально быстро ответить на какие-то вопросы. Да, вот Николай Владимирович, хороший вопрос задал Евгению Наумовичу про жидкую биопсию. Он сказал, мы как клиницисты устали от неопределенных диагнозов. Может быть, нельзя исключить. Мы хотим знать железобетонно. И я думаю, что он стукнул к лаком посту, но это было не видно на видео. Вот. Значит, вот патанатом должен максимально быстро отделить те случаи, где он может малыми средствами дойти до окончательного диагноза, ну, наиболее вероятного, там, с вероятностью больше 95%, от тех, так сказать, случаев, где вероятность постановки диагноза будет меньше 75. И там, где мы можем дефинитивно дойти до точки, да, дойти и остановиться. А там, где у нас, так сказать, будет заключение, может быть, нельзя исключить, максимально быстро передать другим членам мультидисциплярной команды. И дальше я попробую немножечко развить эти положения. Ну, оценка эффективности тестов, да. Давайте посмотрим, так сказать, она, как бы, делится на уровни. Вот какие уровни эффективности тестирования были для предыдущего случая. Техническое качество. Да, несомненно, первый уровень был достигнут. Техническое качество было на высоте, реакции были очень красивые. Чувствительность, специфичность выбранных маркеров. Но те, что у меня были на слайде, высокая. Те, что я стыдливо о чем умолчал и говорил только устно, конечно, низкая, поэтому так, плюс-минус. Но дальше возникли самые важные вопросы. То есть мы фактически здесь на второй уровень встали одной ногой, полступней, потому что третий уровень, так сказать, значимости теста. Изменило ли это что-то в понимании клиницистом болезни? Нет. Потому что им было достаточно низкодифференцированный рак Т2Б, Н0М0 для того, чтобы соперировать этого пациента с нормальным ЭКОП. Повлияло ли это на лечение больного? Нет. Повлияло ли это иммуногистохими на выживаемость пациента? Нет. Эффект на стоимость негативный, потому что мы потратили деньги зря. Поэтому, так сказать, имело ли право это исследование, что они? С точки зрения патанатома, который считает, что он должен дойти до точки всегда, несомненно, да. С точки зрения эффективности теста? Несомненно, ответ нет. Этот тест и это иммуногистохимическое исследование не должно было быть проведено. Подходы к рациональному использованию малого объема материала – очень важная история. Вот я у Ирины Анатольевны попросил, так сказать, этот слайд, совершенно замечательный. То, что пришло к ним в лабораторию – это биоптаты, бронхобиоптаты рака легкого на молекулярное тестирование. Но вы прекрасно видите, что в блоке нет ничего, и с него нельзя сделать ни иммуногистохимическое исследование, ни молекулярно-биологическое. Если вы посмотрите на год генерации этих стекол – это 2020 год, то есть шел 21 век, 2020 год, а у нас, так сказать, я даже не могу посчитать, какое количество срезов сделано на рутинную окраску гемотоксилина азином, которое полностью, в общем, выбрало в себя этот материал. Рациональное использование тестов, если мы пройдемся по предыдущей таблице, то у нас даже первый уровень не будет достигнут, потому что что у нас там сейчас, так сказать, да, это техническое качество. Техническое качество нижайшее. То есть мы здесь даже на первый уровень не ступили. Зачем это было проводить? Минимальное количество гемотоксилина азина, максимальное количество молекулярных тестов, а их тут будет ноль, потому что все, весь блок был изрезан. Это нерационально использование. Почему гистология терпит неудачи? Да, я тоже, так сказать, Евгений Наумович любит, так сказать, несколько раз использовать свои слайды хорошие, удачные. Я, так сказать, считаю, то это мой тоже удачный слайд. Я его с небольшими модификациями использую многократно. Но вот дополняю его с точки зрения последнего пункта. Да, старая технология, сложная классификация, которая очень плохо воспроизводима, требуется большое количество дорогостоящих дополнительных методов для решения клинических задач в 21 веке, и нет прямой корреляции между гистологическим строением и чувствительностью к терапии. Посмотрите, какое количество молекулярных, так сказать, мы должны нарушений посмотреть, в каком количестве генов, да, ЭДЖФР, БИРАВКИ, ИРАС, АЛК, РОС, НТРК, НРЖ, МЕДХЕР-2 и так далее, и так далее. В общем-то, это даже не полный список, так сказать, на настоящее время, что может понадобиться больному. И вот все эти несделанные тесты были на самом деле нарезаны на гипсиозин на предыдущем слайде, да. Это очень важная история. Патонатом не должен идти до конца, так сказать, он должен вовремя остановиться для того, чтобы передать максимум материала и информации на следующий этап для определения чувствительности к терапии. Ну и самая интересная для меня часть, на которую у меня осталось не так много времени, это принципы построения рациональных алгоритмов иммуногистохимической диагностики. Я попробую, так сказать, здесь показать всего лишь один пример из нашей повседневной практики. Это уже этот год, меньше месяца этому случаю, но он, так сказать, вызвал массу чувств в моей душе. Но для начала я хочу сказать, что рациональный подход должен основываться на основе клинических данных. И это первый момент. И второе, если патолог очень хорошо умеет читать клиническую информацию, если в рамках мультифицированного команды он на консилиумах присутствует с клиницистом, то ему для реализации его задач достаточно очень короткой панели антител. Ну вот у нас есть клиника радиологические признаки первичного рака лёгкого и чёткий морфологический признак какой-то конкретной нозологии. Ну это, например, центральный рак у курильщика плоскоклеточный, там с кератином внутриклетчатым или межклетчатыми мостиками. Для того, чтобы подтвердить этот диагноз, а мы понимаем, что для рака лёгкого мы должны его железобетонно подтвердить, потому что в этом случае, если это плоскоклетчатый рак на самом деле, то ничего кроме PD-L1 этого больного не ждёт в настоящее время в соответствии с клиническими рекомендациями, но нам достаточно для этого всего лишь одного теста. Только P40 или P63, в зависимости от того, что есть в лаборатории. Если это аденокарцинома, тут перечислены её признаки только одного теста. Если это низкодифференцированный рак, соответственно, двух – ТТФ и P40. В редких ситуациях, когда мы нейроэндокринный рак не можем однозначно поставить на основание морфологии, а то, что осталось нейроэндокринным раком, это, в общем-то, морфологический диагноз, мы делаем пару иммуногистохимических тестов, не более того, CD56 и синаптифизин дают максимальную чувствительность и специфичность в этой ситуации. Вот это общий посыл. Теперь у нас есть плоскоклеточный рак. Я хочу привести его пример, так сказать, вот из нашего недалёкого прошлого. Клинически, да, так сказать, мы все прекрасно знаем, центральный рак нижней доли правого лёгкого с огромным количеством метастатических очагов, это лимфоузлы корня лёгкого, средостения, надпочечник, множественный метастаз в обеих долях печени, и биопсия была взята из печени. И эти данные были уже у патолога-анатома на момент постановки диагноза. И, в общем-то, был рентген, на котором картина центрального рака лёгкого была классической картиной. Стадия Т2АН3М1, стадия 4Б. Всё понятно, стаж курения 30 лет. В принципе, слева показана морфологическая структура, это низкодифференцированный рак, но в правой верхней вкладке видно, что он содержит зоны внутриклеточного роговения. Вот это вот кератогиолин, уже пикнотические ядра. То есть это, в общем, метастаз в печени классического плоскоклеточного рака. Что нам нужно сделать здесь с точки зрения национального тестирования? Ну, можно убедиться сделать один иммунодистохимическую одну реакцию, P63, и дальше PD-L1, здесь меньше 1% поклитоксил, карбоплотин, пембролизумаб. К сожалению, в нашей лаборатории были выполнены и другие тесты этому больному. Был сделан, несмотря на зоны роговения ТТФ1, ну ладно, окей, бывает иногда железный плоскоклеточный рак, но было сделано еще целый ряд цитокератинов, так называемая желудочечная панель, цитерогин 7, 20, Велин, CDX2, ну и еще, так сказать, там пару маркеров. Потому что биопсия-то из печени, патологам крайне тяжело оторваться от сайта биопсии. Раз биопсия из печени, мы же должны исключить метастазы ЖКТ, гепатоцулярный рак и так далее. Не был проведен тщательный клиник-морфологический анализ. В итоге, что мы получили в иммуногистохимии дополнительно? Диффузную экспрессию цитокератина 20-го, который, так сказать, характерен для опухоли желудочно-кишечного тракта, редко встречается в холангиокарциномах, так сказать, да, но часто в карциномах, аденокарциномах кишки и желудка, и CDX2 – классический маркер аденокарцином желудочно-кишечного тракта, причем во вставке CDX2, если заметили морфологи, я поставил зону со сквамозной дифференцировкой, с ороговением. В клетках с ороговением определяется экспрессия CDX2. На самом деле, если вы погуглите, то существует не единичное описание экспрессии цитокератина 20-го и CDX2 с плоскоклеточным раком, пищеводом и анального канала, и, в общем, если заняться тщательно этим вопросом, можно найти эти маркеры изредка и с плоскоклеточным раком легкого. В этом для меня не было ничего удивительного. Мне было жалко коллег, им потребовалась консультация заведующего, потому что в этой ситуации было два пути. Либо просто вытянуть эти стекла и написать только то, что соответствует плоскоклеточному раку, либо каким-то образом в комментариях к патологоантомическому заключению долго объясняться, почему ты ставишь диагноз метастаза плосклеточного рака легкого в опухоли позитивно на цитокератин 20-й и CDX2. Если бы эта глупость не была сделана, этого не пришлось бы делать. Но какие мы имеем негативные последствия? Первое – исследование затянулось, стали более дорогим, и если в целом P63 и PDL1 нужно было сделать с точки зрения больного, и тут, так сказать, существенное влияние это было на терапию, для PDL1 все шесть уровней были достигнуты, то выполнение цитокератинов 7-го, 20-го, велины, CDX2, гепатоциты и так далее, вот эти тесты еле-еле стоят на втором уровне, так сказать, необходимости. И здесь я хочу вспомнить ту работу, на которой я учился, когда еще работал в онкоцентре в самом начале 2000-х годов. Старая работа, 98-й год. Современные онкологи и патологи не читают такое старье? Зачем же нам читать-то их? Что там может быть? Нам и 4 года назад работа уже, кажется, безнадежно устаревшая. А тут была очень интересная голландская, если я не ошибаюсь, или датская исследовательская группа, которая в те годы решила сделать невозможное технологически. Они взяли и собрали огромное количество опухолей и нормальных тканей в виде замороженных образцов, да, крио. Они сделали с них криосрезы и выполнили иммуногистохимические исследования на криосрезах. Почему? Потому что в те годы демаскировка антигенов и детекция в иммуногистохимии были не такие, как сейчас, да, они были значительно слабее, чем сейчас технологически. И поэтому многие маркеры были ложно как бы специфичны. Они реально не специфичны для болезней, но теми методами выявлялись только в тех опухолях, где экспрессировались на очень большом уровне. А в замороженных тканях не было формалиновой фиксации, не было маскировки, да, не было заливки в парафин, температурной обработки. И логика авторов была такая, что мы посмотрим, а что на криосрезах, и это, конечно, в практике невыполнимо, но будет моделью того, что нас ждёт в будущем. И они предсказали замечательную вещь, да. Они сказали, что суммируя все эти истории, кератины – неэффективный маркёр для дифференциальной диагностики плоскоклеточных и железистых раков. И они, так сказать, пророческое сделали предсказание, что тогда, когда иммуногистохимия на парафине достигнет такого же качества, как на криосрезах, кератины уйдут из диагностики, они умрут, мы все это увидим. Фактически это произошло, но шёл 20-й год 21 века, а мы до сих пор на клинически очевидный центральный рак лёгкого, взятый в биопсии из метастатического сайта, продолжаем делать кератин и желудочечного тракта. Но тогда как изменить свой тип мышления, как изменить свой подход? Как правильно-то? Вот если это неправильно, так как делаем мы все, как правильно, правильно на самом деле попытаться, в общем-то, все медики склонны к этому, воспитать в себе байсовское мышление, байсовское мышление. Здесь очень длинный текст, я попытаюсь объяснить его короткими словами. Что такое теорема байса? Теорема байса, она предсказывает вероятность наступления какого-то события не просто так, а с учётом того, что что-то уже произошло, что что-то уже известно и было в прошлом. Ну, например, вероятность падения метеорита на Землю, она такая-то. Но с учётом того, что к 2020 году уже сколько-то метеоритов упало на Землю за её историю, вероятность последующего падения метеоритов, она будет иная, чем просто вероятность падения метеорита на Землю. Понятна эта идея. То есть теорема байса учитывает, что что-то произошло. На самом деле, с точки зрения патоанатомии, байсовское мышление означает то, что патоанатом существует не в качестве сферического коня в вакууме, да, в неком безвоздушном пространстве, что вообще-то какие-то другие медицинские специальности тоже существуют, что в жизни больного что-то произошло. Кто-то сделал ему КТ, кто-то сделал МРТ и оценил его, кто-то собрал у него анамнез и узнал у больного статус курения. То есть уже что-то было сделано. И когда мы рассматриваем просто какую-то карциному в биоптате из печени, это одна история, и у нас должна быть одна панель. Но тогда, когда мы подходим к больному, у которого 30 лет статус курения, центральный рак правого легкого, так сказать, есть, это уже существенное уточнение, да, есть сквамозная дифференцировка на гистологическом уровне, панель должна радикально отличаться от той ситуации, когда мы о больном не знаем ничего. И вот здесь, так сказать, да, в 2009 году была опубликована замечательная работа по использованию теоремы Байеса для решения одного простого вопроса. Клинически была взята, так сказать, в общем, всем знакомая группа пациентов. Это женщины, у которых когда-то был рак молочной железы, а потом был обнаружен единичный узел в легком. Что может патоанатомия дать этим пациентам? Это не просто какой-то единичный узел в легком. Это узел в легком, перед которым когда-то в анамнезе был рак молочной железы. Мы не знаем, какой. Допустим, про него ничего не известно, и время, когда он возникал, неизвестно. Но это типичная Байесская ситуация. Рассчитать вероятность того, будет это рак молочной железы или рак легкого, зная уже что-то. И вот, так сказать, была тестирована панель из достаточно большого количества маркеров, из которых только три оказалось имеют диагностическую ценность. Если в этой ситуации опухоль будет ТТФ-позитивная, то с вероятностью в общем больше 99,9% это первичный рак легкого. Ну, мы знаем, что аденокарцинома. В оставшейся группе, если она будет мамоглобин-позитивная, то с 98% вероятностью это будет метастаз рака молочной железы. В том, что осталось, если она будет позитивная на П-63, снова с 97% вероятностью это будет рак легкого. И в общем-то, если мы выберем вот это вот все, все ТТФ-п-63 и мамоглобин-позитивное, то мы выберем 80% больных этой категории. И это то, где патологоантомический диагноз детерминированный. Чем он еще хорош? Он фантастически короток и фантастически дешев, потому что очень мало маркеров, короткая панель, которая делается быстро. А что дальше? А дальше патологоанатому нужно остановиться, потому что никакие другие маркеры, Гросцистик, там ХЕР-2, эстрогеновый рецептор и так далее, для оставшихся 19-20% не добавляют ничего. И посмотрите, вот она эстроген позитивная и негативная. Да, вероятности следующего события не удовлетворят клиницистов. Поэтому у нас есть два пути. Первое. С точки зрения Байесовской логики запросить первичный рак молочной железы и посмотреть его иммунофенотип. И если он будет эстроген позитивный или эстроген негативный, то это долю дефинитивных пациентов существенно увеличит. То есть знание о первичном раке молочной железы. В этом суть Байесовского мышления. Дополнительные данные позволяют сдвинуть ту группу, где ты можешь достоверно что-то сказать, увеличить и уменьшить ту, где у тебя остается неопределенность. Второй алгоритм. Добыть эту не удается. Первичную опухоль, допустим, она была 15 лет назад и блоки утеряны. Моментально быстро остановить патологоантомическое исследование. Не делать эстрогены, прогестероны, ХЕР-2 без запроса клиницистов, Гросцистик, еще кучу всяких маркеров, а отдать его снова в клинико-морфологический консилиум. Потому что, может быть, клиницистам будет, а, этого достаточно, б, у них есть какие-то дополнительные методы, там, биохимия крови, маркеры, так сказать, циркулирующие и так далее, с, может быть, им понадобятся молекулярные тесты для принятия решения. А если мы будем до бесконечности зарезать материал на дополнительные бессмысленные моногистхимические тесты, то случится то же самое, как тем слайдам, которые я показал, так сказать, тремя минутами раньше. Как правильно было бы относительно нашего больного применять байесовский подход? Постоянно уточнять клинические данные для того, чтобы расширять группу дефинитивного принятия решения и уменьшать группу неопределенности. Итак, что мы можем, что мы уже знаем на момент написания иммуногистхимической панели, на момент подачи заданий? Что это центральный рак лёгкого, что в опухоли, точнее, что в лёгком есть центральный рак. То есть у нас есть множество узлов в печени из одного биопсии, но мы знаем, что в лёгком есть центральный рак. Значит, вероятность того, что это опухоль лёгкого, а не первичная опухоль печени, больше 50%. При этом мы знаем, что пациент курит больше 30 лет, больше пачки в день. Это ещё процентов 10-15 добавит нам на то, что в печени метастатический очаг. И мы видим, что он гистологически плоскоклеточный. Это практически уже сделает вероятность того, что в печени метастатическое поражение из лёгкого больше 90%. Мы делаем только один тест по 63 позитивным. Вероятность того, что в печени метастаз рака лёгкого становится фактически 100%. Дальше нам остаётся один тест, PD-L1 меньше процента, и мы понимаем, что мы не можем дать ему пембролизумаб в монорежиме. На самом деле, без всякого PD-L1 это и так было понятно. У него огромное метастатическое поражение, 4-я B стадия. Поэтому из-за огромного количества опухолевой массы ему и так не была показана монотерапия пембролизумабом. На самом деле, отсюда надо вычеркнуть PD-L1. Нам достаточно было только посмотреть гистологию и сделать 1P63, для того, чтобы клиницист мог принять обоснованное решение о том, что здесь можно применить, как один из видов влечения, пакликарба с пембролизумабом. Всё. То есть, посмотрите, какая колоссальная редукция времени нахождения материала в патологоантомическом отделении, какая колоссальная редукция стоимости тестирования на круг, потому что мы выкидываем PD-L1, и это по большому счёту не нужно было знать. Это любопытство клинициста-химиотерапевта. Это больному не нужно было. И, так сказать, насколько быстро он как бы уже будет готов к госпитализации. В заключении я хотел бы сказать, что каковы цели, таков и результат. Невозможно сделать умную патонатомию, не поставив задачу сделать умную патонатомию. Почему, так сказать, мы видим вот те случаи, которые я показывал в этой презентации. Основной корень я вижу в отсутствии специализации у патонатомов. Нет специализации. По определению низкая квалификация в том вопросе, которым ты занимаешься. Много маркёров в панели. Фактически большая панель – это страхи человека. Это неспособность человека взять на себя решение, принять решение. Он маркёрами как бы пытается закрыть себя со всех сторон. В случае с метастазом плоскейшего рака лёгкого в печень, зачем ЖКТ-шная панель? А вдруг всё-таки есть ЖКТ? Мало ли я что-то не понимаю, да? То есть он закрывает свои страхи. Зачем сделали, так сказать, гепатоцит? А вдруг первичный рак печени? А вдруг я что-то не понимаю? То есть много маркёров всегда говорит о неуверенности специалистов. Знаете, как у художников? Класс – это нарисовать большое полотно тремя тонами. Да, вот это класс, а не 10 красками. Почувствуйте разницу. Вот здесь то же самое. Чем меньше твоя панель, тем больше твой класс. Диагноз опухоли нужно ставить при большом уме и малом увеличении. Спасибо за внимание.